Шарль Перро Кот в сапогах Жизнь у мельника трудна, но всегда при хлебе. И нажил он к последнему дню своей жизни Мельницу, осла, кота и трёх сыновей. Умирая, мельник наказал детям чтить Бога и хлебопашцев. Старшему досталась мельница, среднему – осёл, но уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга очень расстроился, получив столь жалкую долю наследства. «Братья могут честно заработать себе на хлеб», – говорил он. «А что станется со мной после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки рукавицы, а? Прям хоть помирай с голоду!» Кот услышал эти слова, но виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно. «Не печальтесь, хозяин! Дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы легче было бродить по лесу, и вы увидите, что вас не так уж обделили, как вам это сейчас кажется». Хозяин и сам не знал, можно ли верить коту на слово, но он хорошо помнил, на какие хитрости впускался этот плут, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапках, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает? А вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде? А? На сапоги ушли последние скудные сбережения младшего сына Мельника. Едва кот, получив все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок, придерживая его за шнурки передними лапами и зашагал в один хорошо знакомый ему лесок, где водилось много-премного кроликов, а в мешке у него были отруби и заячья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь глупый кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен мир, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенными для него угощениями. Долго ждать коту не пришлось. Какой-то молоденький, доверчивый, простачок кролик почти сразу же прыгнул в мешок, недолго думая, кот затянул шнурки, почувствовав, как затрепыхалось в холостине увесистая добыча. После этого гордой своей добычей он отправился прямо во дворец и попросил приема у самого короля. Необыкновенного кота в сапогах ввели в королевские покои, и он отвесил его величеству почтительный поклон, сказав им вкратчиво, как умеют говорить воспитанные коты, «Государь, вот кролик из лесов Маркиза де Карабаса!» Такое имя выдумал он для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок!» «Поблагодари своего господина», — ответил король, «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Несколько дней спустя кот опять пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки на мешке и понес новую добычу королю. Король охотно принял и этот подарок, приказав наградить верно подданного кота. Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином Маркизом де Карабасом. И вот в один из своих визитов кот в сапогах узнает, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Если вы согласны послушаться моего совета, счастье у вас в руках», — говорил он вскоре своему хозяину. «Все, что от вас требуется, — это пойти купаться на реку туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. И вот в то время, когда сын мельника купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех лап бросился к ней и закричал, что было мочи сюда, сюда, «Помогите, помогите, маркиз де Карабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручить маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купания воры украли все до нитки. На самом деле хитрец собственными лапками припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и впору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он очень и очень мил. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону два-три взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в их совместной прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сены. «Эй, люди добрые!» крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас не пригласят сегодня на свадьбу принцессы, так и знайте!» Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна, «Чей это луг вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» в один голос ответили косцы. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», сказал король. «Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено», скромно ответил маркиз. «А между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел в поле у дороги жнецов, работающих в поле. «Эй, добрые люди!» крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте! Вас не пригласят сегодня на свадьбу принцессы!» Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они так жнут. «Поля маркиза де Карабаса!» ответили жнецы. И король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал и бежал, впереди кареты, и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. «Это дом маркиза де Карабаса! Это мельница маркиза де Карабаса! Этот сад маркиза де Карабаса!» Король не мог надевиться огромному богатству молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав ему своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на которую способен людоед, и предложил отдохнуть. «Меня уверяли, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, будто вы можете превратиться во льва или слона». «Могу, – рявкнул великан, – и чтобы доказать это, сейчас же сделаю с львом. Смотри!» Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу, хоть это было трудно, очень трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер от страху. «А еще меня уверяли, – сказал он осторожно, – но уж этому я никак не могу поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких животных, ну, например, сделаться крысой или мышкой, – должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным». «Ах, вот как! Невозможным? – переспросил великан. А ну-ка погляди!» И в то же мгновение великан превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот одним прыжком настиг ее и тут же проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты и, выбежав навстречу, сказал королю, «Добро пожаловать в замок Маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!» «Как, господин Маркиз? – воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего прекраснее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете!» Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин. Людоед, надо признаться, любил поесть и ел за один присест точно двадцать четыре проглодавшихся обжоры. Король был очарован достоинством господина де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от Маркиза, ну, просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений Маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал «Если хотите стать моим зятем, господин Маркиз, это зависит только от вас. Принцесса, как я вижу, да мое королевское величество согласны». Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. К слову сказать, на этой свадьбе славно погуляли жнецы и косари. Кот сдержал свое обещание, ведь он же был благородным котом и вскоре стал знатным вельможей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова